На этой неделе систему профессионального образования в Приднестровье штормила. Первая новость. Президент отменил повышение оплаты за обучение в госуниверситете после волны возмущения студентов и родителей. Вслед за этим Вадим Красносельский решил еще один очень конфликтный вопрос. Приказал не закрывать Слободзейский техникум. Там учатся 450 студентов по плану реформы среднего профессионального образования. Их должны были перевести в другие города. Эти решения президента, безусловно, что называется, для людей. И они были радостно приняты студентами и родителями. Но сами проблемы, из-за которых планировали применить непопулярные меры, никуда не делись. Теперь нужно будет искать деньги на повышение зарплат преподавателям в ПГУ и на ремонт и оснащение техникума в Слободзее. На неделе президенту Красносельскому в ручном режиме пришлось вмешиваться в проблемы образования. Все, что связано с образованием и будущим детей, как правило, вызывает большой общественный резонанс. Так вышло и в этот раз. В госуниверситете в середине года подняли стоимость обучения. Возмущение студентов и их родителей дошло до президента. Он высказался против. Приказ о повышении стоимости обучения отменили. Деньги возвращаются, но многие ребята, кто уже внес доплату, пишут сейчас заявление, чтобы эти деньги остались на счету в счет следующего очага. То есть по желанию. Кто пишет заявление на возврат, соответственно, деньги возвращаются. Кто изъявил желание оставить, они остаются уже на будущем году. Стоимость обучения подняли из-за повышения зарплат педагогов. Это прописано в бюджете республики на 2023 год. Зарплату преподавателям ПГУ платят из двух источников. Госбюджета и спецфонда самого университета. Куда идут деньги от оплаты учебы? Теперь в этом спецфонде дыра в 3 миллиона. Ведь вернув на прежний уровень стоимость платного обучения, снова снижать зарплату преподавателям не будут. В законном бюджете он предусматривает увеличение заработной платы. И, соответственно, заработная плата сотрудникам, опять же, по поручению президента, будет сохранена в том виде, в котором она изменилась с 1 января 2023 года. Так что теперь нужно найти 3 миллиона рублей. А стоимость обучения поднимут уже с нового учебного года. На 11,6%. Сейчас обучение в ПГУ на дневном отделении стоит от 6 с лишним тысяч до 13,5 тысяч рублей в год в зависимости от факультета. Президент на неделе высказался по еще одной теме, связанной с университетом. Взятием диплома в заложники. Назвал Вадим Красносельский инициативу не давать выпускникам вузов, бюджетникам, дипломы. Пока они не отработают на государство 3 года. Похожая норма была в Советском Союзе. А в Приднестровье не первый десяток лет решает проблему. Как заставить студентов вернуть государству долг за бесплатное высшее образование. Идею не давать диплом до отработки 3 лет президент ответ. Нечего, мол, вводить в Приднестровье крепостное право. В ПГУ согласны с этим и рассчитывают на другой механизм. С 2022 года действует трехсторонний договор, в соответствии с которым наши выпускники обязаны отработать туда, куда, там, где они будут распределены по выпуску. У нас есть механизм, и мы в судебном порядке, в установленном законном порядке, мы будем взыскивать средства с тех ребят, кто не захотел отрабатывать. К проблеме в высшем образовании. На неделе добавились и проблемы среднего образования. В этой сфере государство решило провести оптимизацию. Число и масштабы техникумов, оставшихся в наследство от Советского Союза, слишком велики. В Приднестровье просто нет столько студентов. Поэтому часть колледжей решили закрыть, а студентов и преподавателей перевести в те, которые останутся. В Слободзе решение закрыть местный политехнический техникум вызвало большой резонанс. Мы все кричим хором, мы не хотим закрыть нас, мы не хотим, чтобы нас ликвидировали. Да, это бюджет, это отопить, ремонтировать и так далее, это, конечно, затраты на государственные деньги, это наши с вами, это аптечка в деньги. Но наш техникум, это почти 400 детей из коррекционной школы, села Веное, это дети, которые мало застрелили, это дети, которые родители им планируют. Главный аргумент против закрытия. Его озвучили на встрече с президентом. Студентам Слободзейского политеха сложно и неудобно ездить в Тирасполь, куда их собирались перевезти. Многие ребята из малообеспеченных семей в техникум приезжают на велосипеде, а некоторые по 10 километров идут на занятия пешком. После учебы сразу домой, помочь по хозяйству. Они приходят пешком из Чобруча, из Карагаш, приходят с русской части, хотя русская часть, особенно у нас, они находятся почти под Чобручи. Если не пешком, то это велосипед, но только для того, чтобы они были на занятиях, получили знания именно здесь. Директор политеха приводит статистику. Почти 80% его выпускников сразу устраиваются на работу. Больше половины остаются тут же, в районе. Механизаторы, трактористы идут в Слободзейские агрофирмы. Повара, кондитеры, выпускники политеха кормят детей в школах и детских садах района. Работают поварами в сельских кафе и на предприятиях. И это тоже аргумент для сохранения техникума. Зато они готовы работать руками, в отличие от городских. Кто из города после учебы в городе приедет сюда работать? Вот забирают у меня поваров-кондитеров. У меня повара-кондитеры такие вещи классные готовят. Я говорю, реально просто. Кто поедет после Тирасполя в Чобруча, в детский садик работать поваром? Несколько месяцев отделяют меня от окончания этого заведения. Это Вова Еремия, студент политеха. В этом году станет дипломированным поваром. Сам из Рыбницы учился в Тирасполе. Потом поступил в Слободзею. Говорит, здесь больше нравится. В недалеком будущем я хотел бы остаться здесь в Слободзее. Пока что я не планирую уезжать куда-то загляниться. Здесь я уже 4 года, мне очень нравится. И если будет такая возможность, то может даже останусь работать с техниками. Президент прислушался к этим аргументам. И после совещания решил техникум не закрывать. Если мы думаем о сохранении сельского уклада, сельской жизни, села как такого, за что, кстати, я постоянно и радую, то мы должны все-таки создавать те или иные механизмы закрепления детей в сельской местности. Решено включить Слободзейский политех в систему дуального образования. Это когда практические знания студенты получают прямо на предприятиях. Агрофирмы района готовы включиться. Им нужны рабочие руки. Но вот где брать деньги на ремонт и содержание огромных корпусов? Как с ними быть дальше? Ответа пока нет. Сейчас есть идея объединить колледжи и техникумы в единый агропромышленный центр республики с базой в Аграрно-техническом колледже Террасполя. Как это будет работать, станет ясно позже. Стране нужны рабочие руки. Это факт. Как и то, что какие-то колледжи все равно придется закрывать. Наталья Ткачук, Леонид Мостак. Отражение.